МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осенний-зимний сезон печально знаменит не только унылой и холодной погодой, а и неоспоримым приростом заболеваемости. В первую очередь это касается различных респираторных вирусных инфекций и, кроме того, обострением уже существующих патологий, в частности, болезней верхних дыхательных путей. Именно об этом мы сегодня будем говорить с нашим гостем. Но сначала предлагаю вашему вниманию небольшую анатомическую справку. Лёгкие – это парный орган в организме человека, который только на рисунках может показаться симметричным. На самом деле правое лёгкое короче и шире левого. Впрочем, такое несоответствие имеет простое анатомическое объяснение. Это связано с тем, что помимо лёгкого в левой половине расположено сердце и, естественно, из-за этого уменьшается объём лёгкого. По форме каждая лёгкая напоминает половину рассечённого конуса с несколько закруглённым верхом. Эти верхушки располагаются на 2-3 см выше уровня ключиц, а широкие и вогнутые основания лёгких опираются на диафрагму. Их наружная, прилегающая к ребрам, поверхность выпуклая, а внутренняя, обращённая к сердцу, вогнутая. Почти в середине вогнутой поверхности имеется углубление. Это так называемые ворота. Через них в лёгкое входит главный бронх, лёгочная артерия и ветви нервов, содержащие чувствительные и двигательные волокна. Через эти же ворота из лёгкого выходят лёгочные вены и лимфатические сосуды. Вся эта непростая система имеет свой каркас, который образует правый и левый бронхи. А теперь самое время представить нашего сегодняшнего гостя. Знакомьтесь, Оскар Маркович Ехт, главный внештатный взрослый аллерголог области, заведующий аллергологическим отделением Гомельской областной туберкулёзной клинической больницы. Здравствуйте. Добрый день. Вот уже 40 лет международное сообщество медицинское в ноябре отмечают две значимые даты. 18 ноября – это Всемирный день борьбы с хронической обструктивной болезнью лёгких, сокращённо ХОБЛ. 19 ноября – Международный день отказа от курения. Как вы считаете, не случайно ли эти две даты стоят рядышком? Конечно. Это очень хорошо, что так получается, потому что основной причиной хронической обструктивной боли лёгких является курение. Хроническая обструктивная болезнь лёгких – это такое прогрессирующее заболевание, которое развивается постепенно, но именно прогрессирует, чаще связано с длительным курением или постоянно воздействуя к неблагоприятным факторам окружающей среды. Заболевание ведёт к инвалидизации. Поэтому оно… И очень широко распространено в тех странах, где очень много курят, в том числе и в нашей стране. Этих больных очень много. И лечение их представляет большую проблему. Как правило, лечение малоэффективно. И ведёт, ещё раз повторяю, часто к инвалидизации, то есть потери трудоспособности. Примерно вот после 50 лет уже. И очень многое зависит от стажа курения, и какие сигареты или папиросы, и сколько сигарет выкуривалось в день. И когда говоришь такими, встречаясь с пациентами, оказывается, курили они минимум пачку в день, лет с 15-16, и в течение 40-50 лет. И пришли к тому, что в этом возрасте, особенно после 50, их основная жалоба – это кашель, малопродуктивный и прогрессирующая одышка. И курение является, конечно, основным фактором. Поэтому страны цивилизованные сейчас, борьба с курением припитает всё большую значимость. Запрещают курить в общественных местах, в местах общественного питания, даже на улицах, когда вот курят на Западе, обращают внимание на это. По-настоящему пока к этому мы ещё не пришли. В общем, у нас тоже теперь... Но надеемся, что да, к этому, что должна быть негативная реакция всего общества на это. Когда идёшь по улице, идёт мама с коляской и курит, хочется что-то ей сказать нехорошее. Что то, что она себя губит – это полдела. Она ещё губит ребёнка. Потому что пассивное курение тоже страшно. Даже какие активные. Поэтому все должны бороться. Тут не только медики. Должны бороться всюду. На работе. Должна быть пропаганда идти здорового образа жизни всегда, каждый день. И если бы вот как... Там, где страховая медицина уже в странах развита давно, то курильщики... Их не пугают, не ругают. Они просто платят дополнительные деньги за то, что они курят. Это очень хорошо действует. Потому что это то, что бьёт по карману, чувствует любовь. Так что же такое хобл? Какие болезни входят? Какие перечни болезней входят? Вообще-то это связь с самостоятельным заболеванием, только есть разные формы. Есть две основных формы. Это вариант бронхиетический, когда на первое место выходит кашель с мокротой или без. Там одышка имеет меньше значения. Второй вариант эмфизоматозный, когда лёгкие за счёт постоянного воздействия сигарет. Вот получается, что изменяется сама лёгкочная ткань. Она становится неактивной, и дыхание становится, естественно, менее эффективным. Поэтому это люди, у которых постоянная отдышка. В эмфизическом варианте больше кашель, но ещё есть вариант смешанный, где и то, и то. Это более тяжёлый вариант. Но есть работы по курению, что женские бронхи относятся к курению, вернее, реагируют на курение хуже, чем мужские. Это невозможно объяснить, но это есть. Поэтому лечение бронхида вообще представляет колоссальную проблему. А женского, я ещё раз говорю, ещё тяжелее. А в наше время женщины курят всё больше. У меня статистики, конечно, нет. Это значит, что больше нашего центра здоровья они отдельно занимаются этим. Так что мы должны все вместе, всегда, всюду бороться с курением во всех его проявлениях. Астма к хоблу не относится. Астма – это самостоятельное заболевание, и где вот в отличие, там, если вы помните, я говорю, что это погрессирующее заболевание хобл, обязательно погрессирующее, то астма – это хроническое рецидивирующее, воспалительное заболевание болгар, которое хорошо поддаётся лечению с полным эффектом, или с значительным эффектом. Это есть принципиальное значение. Если астма болеет чаще с детского и молодого возраста, и в этом возрасте значение больше имеет аллергические факторы, домашняя пыль, животные, грибки, тараканы, пыльца растений, то в пожилом возрасте больше имеет значение инфекционные заболевания. Длительные вирусные инфекции приводят часто к поражению бронхов. Но там чаще всё-таки это можно что-то сделать хорошее. При ХОБЛ, ещё раз говорю, что мы вот не делаем, лечение эффективность очень малую имеет. Поэтому астма аллергическая, если при правильном содействии с семьёй пациента, то очень хороший эффект. И вот мне приходится часто на приёме чуть ли не каждый день бороться и с родителями, и с родителями, и с бабушками, что нельзя в доме, где живёт ребёнок с астмой, иметь мягкую мебель, мягкие игрушки. Я уже о животных я просто не говорю. Вот вчера поступила прямо на дежурство женщина, у которой пока она уехала на Дальний Восток, мама завела двух собачек, Чахуа. Приехала ещё, купила себе ещё одну. В итоге у неё астма проявилась, которой у неё было 10 лет, и заболёл ребёнок. Вот я просто говорю, это живой пример, буквально свежий. Поэтому я там, я не против животных, ради Бога. Я понимаю, что любовь к животным, эта жизнь, она расширяет всё это, ну, улучшает для многих, особенно люди, когда одинокие. Всё понятно. Но если нельзя, значит нельзя. Это должно быть закон для всех. Но астма – это заболевание, которое полностью вылечить? Ну, оно не то, что оно излечивается. Их можно очень хорошо лечить, мы не говорим, что оно излечивается, потому что клетки памяти будут помнить, что это пыль всегда. Пыль или кошку. То есть попадёт в эту обстановку, аллергенную пациент, у него будут проявления. Но можно добиться, что проявлений не было. Но очень много пациентов с астмой являются олимпийскими чемпионами, чемпионами мира. Потому что чисто аллергическая астма, она появляется только при контакте с аллергеном. Вот астма, которая позже появляется, там уже, конечно, немножко сложнее. Там появляются и вирусные факторы. Ну, любой из нас принялся вирусную инфекцию. Помните, как укашель при ней возникает. Некоторые полностью переболеют, у некоторых остаётся бонхоспазм. И может стать настоящей неаллергической бонхиальная астма. Есть ещё такая астма отдельная, она обычно развивается после 40 лет, называется аспириновая астма. Это довольно тяжёлый вид астмы. Начинается он с полипов в носу, потом после удаления появляется приступ удушья, а потом появляется непереносимость аспирина. Эта астма не аллергическая, она ещё тяжелее, поэтому к ней особое внимание. Таких больных тоже очень много. И им вот хорошо помогает, особенно этой группе больных, и первое, что я называл аллергическое, помогает лечение в Солигорске. Наша белорусская, называется спелеотерапия. У нас, по нашим законам белорусским, лечение проводится бесплатно. Есть два варианта заезда на 11 дней и 18 дней. Более того, на этот момент даётся больничный лист. Поэтому мы идём на всё, чтобы больные чувствовали себя лучше. К государству идёт на очень большие, в общем-то, издержки. Потому что и лечение гормональным ингалятором, которое многим даём. Это всё большие деньги, но мы идём на то, чтобы больной в больницу не попадал. А лечение в Солигорске подходит для больных астмы любой категории? Конечно, нет. Лучше всего для аллергической. Я в Солигорске был сам три раза в этой шахте. Там создана гипоаллергенная, безмикробная, с постоянной влажностью среда. Поэтому, вот особенно детки, когда ездили, это вообще, они прямо там выздоровляли, в шахте. Потому что нет ни одного аллергена, ни одного микроба. Постоянная влажность. И постоянно воздействует этих солей. Там есть калевая соль и натриевая соль. Очень красиво в шахте. Это даже обстановка, она благотворительно влияет на нервную систему. Ну, я говорю, мы-то стоим в стране очень больших денег, чтобы такое сделать. Но, тем не менее, государственно это идёт, что больные астмы чувствуют себя комфортно. Вот шарит-принц теперь до Гомеля, ну, максимум года два, не больше. Надо к нам приходить. Я просто объясню, что в Гомельской области есть два приёма аллерголога. Бесплатных, я имею в виду. Это приём аллерголога городского на 8-й иногородний, на Сельмаше. Направление даёт участковый терапевт. Бесплатно всё это. Запись. Там есть, в талоне написано день и время, когда нужно прийти. Поэтому жалоб особых нет. У нас приём идёт областного. Областного. пациентов это в нашей ТУП-больнице. Тоже мы даже не пошли на то, чтобы и без записи предварительно. Мы просто посчитали, что даже если мы делаем запись, то кто-то придёт из военкомата. Кто-то придёт платно. И очередь только будет ещё хуже. Так пришли все в живую очередь и, в принципе, пока это себя оправдывает. А вообще в Гомельской области возрастает количество заболевших астмой? Значит, смотрите. Вот по статистике, вот мы будем говорить с заграничными, за границей считается, что население взрослого болеет около 5%, детское до 10%. Особенно большое количество манхиарастов. Почему-то в Новой Зеландии есть такие работы. У нас где-то около 0,8% населения. Но я вот побывал на международных симпозиумах и считаю, что не мы мало выставляем астму, а они выставляют много. Там есть совсем другие экономические мотивы. Это отдельная тема, нужно говорить, потому что там рассчитано на то, что больных было много, и это выгодно фирмам фармацетическим. Нам это мы ставим, никому не отказываем, если астма есть, мы ставим обязательно, потому что это жизнь, это прогноз жизни. Но тем не менее, больше ПК у нас, где-то около 0,8%, но это около, для Гомельской области, это около 10 тысяч, это тоже немало около 10 тысяч. То есть роста нет в последние времена? Рост идет на очень постепенно, где-то 0,1-0,2% и не больше в год. Почему я так уверен вот на нашей диагностике? Потому что 100% мальчиков обследуются для военкомата, начиная с 15 лет до 18, и ни один не проскочит. И теперь девочки стали тоже военнообязаны многие, они тоже приходят. Поэтому, в общем-то, цифра у нас, я считаю, объективна. Как проводится лечение астмой и хобл? И там, и там лечение, как правило, идет пожизненно. Но если вот аллергическая астма, как мы говорили, особенно у детская, при удачном стечении, когда дома создают гипоаллергенную среду, то пациент, может, астма-то у него есть, но проявления нет. Поэтому он получает только лечение симптоматическое, то есть ингаляторы для снятия приступов души. Это бывает в зависимости от формы астмы, раз в неделю, раз в год, как привезет. То есть дискомфорта больной не чувствует, не ощущает? Нет, только прибыль при контакте с аллергеном, да. И второй вариант, когда этого недостаточно. Особенно, когда, помните, я рассказывал, аспириновая астма есть, астма не аллергическая, там постоянно идут симптомы. Поэтому называется базисная терапия. Но если при ванхиальной астме препаратами основными являются гормональные и местные, то при хобле там являются препараты, так называемые холенолитики. Но они даже тоже применяются длительно. При астме многие больные получают пожизненное лечение. И благодаря этому мы их многим не видим в стационаре. Что мы добиваемся? Обострения редкие, они ведут полноценный образ жизни. Они работают без больничного листа, они живут полной жизнью и семейной, и все остальное. Это немаловажно. Ведь любая задача доктора, первая задача, чтобы человек жил полноценной жизнью. Это понятно всем. Мы этого хотим добиться. По их хобле мы стараемся хотя бы, чтобы заболевание не прогрессировало. Это отказ от курения на первом месте стоит. Если у человека вредное производство, от него комиссию не пройдет, чтобы пройти, чтобы работать в таком вредном производстве. При хобле очень такое есть замечание, что обязательно надо избирать инфекции. Потому что любая инфекция, и вирусная, и невирусная, вызывает резкое обострение заболевания. Поэтому у нас получается такое неправильное. Не то, что неправильное. Мы когда говорим с больными, объясняем, что лучше в больницу не ложиться. Потому что любая больница – это инфекция. Это понятно всем. А у них тем не менее рвутся. И капельницу ставят. Они не хотят бросать курить. На эту капельницу поставят. Поэтому у нас есть такие пациенты, что вот он с капельницей, с кислородом и на сигарету. Это неестественно, но это есть. И сплошь и рядом повторяется это. Поэтому это называется басинная терапия. Это лечение, которое проводится всю жизнь. И она отличается при хобле и астме. Но если пользоваться все правильно, то она при астме вообще останавливает заболевание. А при хобле его останавливает прогрессирование хотя бы. Поэтому мы должны этих больных проявлять как можно на более ранней стадии. А как часто такие больные должны обращаться к врачу? Ну, есть у нас четкий протокол по каждой степени тяжести заболевания. И наших аллергических, и пульмологических, и кодиологических. Там весь протокол я рассказывать не буду. Зависит от тяжести состояния. Мы считаем, что раз в год достаточно вполне. Но главное, чтобы приходили. И есть такой аппаратик, называется пикфлоуметр. Который позволяет пациентам контролировать свое состояние. Не хуже, а лучше. А сколько у него пиковая скорость выдоха. Этот аппарат изготавливается в Беларуси на заводе Интеграл. Называется пикфлоуметр. Он для панельского слова перевести. Стоит всего 18 рублей. Поэтому можно пользоваться им всю жизнь. Это раз. И что мы еще рекомендуем нашим больным покупать? Так называемые небулайзеры. Небулайзеры – это ингаляторы электрические. Есть дозированные ингаляторы и приостные пикфобли. Это одно, это карманное. А есть небулайзеры, которые должны, по-моему, быть вообще в каждой семье. Заболел ребенок, зачем его везти в поликлинику, когда это можно сделать не в контакте с другими детьми, а собственным аппаратиком чистеньким, без инфекции, без ничего. А уже что ингаляровать? Надо советоваться с доктором. Можно просто с минеральной водой, можно с чесноком. Вариантов очень много есть. Специальные инструкции. Цена где-то примерно, не было, около 100 рублей. Чуть-чуть больше, чуть меньше. Я считаю, что вообще должно быть в каждом доме. А если уже пациент болеет или астмой, или хоблом, он должен быть обязательно там. Я просто считаю, знаете, с этим больными, когда разговаривает пациент. Давайте посчитаем, сколько стоит сигареты в месяц, сколько стоит аппарат. Оказывается, копейки получает. То есть, если не курить, то очень легко купить аппарат. Поэтому мы так, в общем-то, активно с ними работаем. Нас не слушают, но мы с ним навязываем свою волю, конечно. Чаще астму выявляют у детей. Бывают случаи, когда взрослый человек попадает к вам на прием, и выявляете вы у них диагноз астму. Какой прогноз у взрослого человека для лечения? Вот это все, что я говорил ранее. У детей астма, как правило, 95% аллергическая. Поэтому если вот это то, что я говорил, борьба за здоровый образ жизни, в том числе и за анти-гипоаллергенную обстановку в доме. Это первое на первом месте должно быть. Поэтому если в такой семье плохие условия, там, грибок нужно, это все бросать, заниматься именно этим. Вот. У взрослых появляется, помните, я говорю, что чаще на фоне вируса и ничего другого. Конечно, она намного сложнее. Потому что это астма, которая причина в себе, внутри. И когда она сработает, трудно сказать. Но и много взрослых из детского возраста переходит во взрослых. Но, слава богу, многие детки перерастают. То есть они, астма остается. У нас ведь война такая между родителями и нами, и детьми. Что почему нам астму не снимают? Астма, это ставится, диагноз, на всю жизнь. И в этом подупреждают детские врачи. Поэтому и они в армию не годятся. У них есть проблемы по специальностям. Поэтому, когда попадает ребенок и ставят им астму, должны быть родители подупреждены, что астма будет навсегда. Но, тем не менее, она хорошо лечится. То есть болезнь есть, но проявлений нет. А взрослых, как правило, есть уже началось, а проявления бывают. Вирусная инфекция может это обострить. Эмоциональный бывает тоже какой-то. Поэтому взрослых, конечно, лечить сложнее. Но мы справляемся. Там, где хотят больные, называемый на английском языке compliance, когда все, другу помогают, семья, пациент, и мы вместе работаем против болезни, это дает колоссальный эффект. Известны ли сейчас точные причины возникновения астмы? И насколько это заболевание генетически детерминировано? Значит, аллергическая форма, форма банхиолиасты, как правило, заложена генетически. Почему заболел первый человек, сложно сказать, потому что где произошла поломка на генетическом уровне, но если у родителей астма есть, есть четкая у нас такая формула. Если болеет один из родителей, заболел любым аллергическим, то у ребенка вероятность 25%. Если оба родителя, вероятность 67%. Ну, конечно, сложно какие-то давать советы по профилактике, но все-таки питание здоровое. Конечно. Но питание, это в детском возрасте большое значение, больше не имеет питания, потом и не имеет диалогиополигенная обстановка. Бывает пищевая астма, но довольно редко. А чаще всего, вот то, что я рассказывал, на животных, на домашнюю пыль. Ну, на тараканах мы и не занимаемся, но пишут, что есть. Вот. Чтобы дома было действительно не зоопарк, было дома нормальное, здоровое, с частыми проветриваниями, с отсутствием ковров, которые невозможно выучить до конца. И постоянно влажный оба окна. Мамы, которые хотят это знать, мы им это все рассказываем. И вот то, что мы можем сравнить с первым диагнозом, пассивное курение для детей. Тоже плохо очень. И тоже, ну, ни касту не приходит, но обострение точно может привести. Ну и третье, вот эти вирусные инфекции. Вот тут интересная есть вообще статистика международная. Те страны, у которых низкий уровень жизни, и у них много инфекций, они астма практически не болеют. Потому что иммунитет настроен на то, чтобы бороться с инфекцией. А там, где становится лучше жить, ну, мы можем по себе судить его. Стали лучше жить, а почему-то аллергии стало намного больше. Когда организм бороться против микробов, у него была одна задача. Когда появляются вот эти аллергены, они не могут их полностью побороть. Если, например, наш иммунитет способен микроб просто подавить, уничтожить и выделить, то уже на эти пыли, на животных, это постепенно развивается реакция. Там астма, чихание и банкоспазм. Поэтому я призываю всех к бдительности. К бдительности и здоровому образу жизни. Да, конечно. Это по-многому сами хозяева своего здоровья. Спасибо. А я напоминаю, что в гостях сегодня у нас был главный уништатный взрослый аллерголог области Оскар Маркович Гехт. Берегите свое здоровье сегодня, чтобы не жаловаться на него завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин